Сегодня уже 31 декабря, выйдет это видео, я не знаю когда, возможно в первых числах, все как получится. И что, мое 31 декабря началось с того, что мне пришла посылка, которую я заказывала на iHerb. Я решила, нужно мне средства заказать повторно, которыми я уже пользовалась, то есть как бы вот. Поэтому сейчас мы ее с вами вскроем, я уже, если честно, даже не очень помню, что я заказала, но точно знаю, что здесь есть крем, крем-маска, я бы даже так сказала, которую я уже буду покупать в третий раз. Ну получается уже купила. Сейчас вскроем и посмотрим с вами, что же тут такое у меня пришло. Вот смотрите, как кстати здорово вписалась веточка из фикса. Там у нас все в огоньках, елочка наша красивая стоит. Так что, вот что же дело сделано, я все вскрыла, давайте смотреть. Ну в общем-то приходит все, если кто не заказывал никогда на iHerb, то вот таким вот образом. Здесь воздушные такие пакетики, чтобы ничего не испортилось. Так, ага, вот смотрите, что я давно хотела. Я хотела, там по-моему сыворотка была от Innisfree с зеленым чаем. Я для себя отметила, кстати, знаете, что очень-очень-очень круто на мою кожу влияют средства с зеленым чаем. То есть это всевозможные сыворотки и так далее. Недавно я покупала корейскую, но у меня уже закончилась. Здесь в Анапе я брала, и поэтому я заказала на iHerb от Innisfree. Знаю, что эту фирму очень сильно хвалят. Но тот продукт, который мне не хотелось тогда, он уже не продается, он он снят с производства. Поэтому вот их новинку я для себя заказала. Вот так все это дело выглядит. Смотрите, это эссенция лосьона, сколько я понимал. О, какая большая упаковка, я думала она будет меньше. Круто, слушайте, вообще 100 миллилитров целых с помпой, вот такой. Очень здорово. Прям советую, если у кого-то кожа склонна к каким-то проблемам, да, к высыпаниям, например, к забиванию упор, вот это прям истории ваши. Все, что с зеленым чаем, это просто супер круто помогает. Так, дальше. А вот эта малышка, я думала быть больше. Это минеральная пудра, она должна быть прозрачной, насколько я помню, транспарантная. Потому что моя транспарантная пудра от Clorans закончилась, и я искала что-нибудь ей на замену. Как-то вот в оффлайн-магазинах ничего я не встретила того, что мне хотелось бы. И поэтому уже заказала наверняка ту, которая мне понравится. Вот, вот это должна быть тоже хорошая. Это также Innisfree. Она, по-моему, ну вот тут написано, минеральная пудра. А минеральная пудра, она еще и от солнца защищает, что не может не радовать. Так, а вот крем, сейчас я его распакую и покажу. Так, ну вот, вот таким образом выглядит пудра. Она маленькая, здесь есть пуховочка, что, кстати, в принципе, может и пригодиться. И сама она выглядит вот таким образом. Это рассыпчатая белая пудра, транспарантная. Отлично, буду пользоваться, попробую, вам потом обязательно расскажу. Может быть, кому-то нужна будет матирующая пудра. А вот он, мой любимый крем, который маска. Вот, вот так вот он называется. Видите здесь, какие действующие вещества указаны, видите, да? Вот самый крутой, который мне нравится под действием, это вот этот DMAE. Можете погуглить, прочитать про этот препарат. Его используют и косметологи в том числе. Только за эти процедуры берут очень такие немалые суммы. А вот этого крема хватает, ну, месяца на два, на три. Я его использую исключительно на ночь. И тоже отмечаю, что кожа качественно меняется. Вот это сложно объяснить, но она реально вот по качеству становится гораздо лучше с применением вот этого крема. Так что, ну, не зря я его заказываю третий раз, вы понимаете, да? Так, и что, последнее, что тут у меня в коробочке, это вот я заказала себе на пробу вот такой вот наборчик от Real Techniques. Тоже у кого-то из блогеров смотрела, так хвалили, так хвалили. Решила, в общем-то, взять, попробовать, во-первых, вот этот спонж, который всем так нравится от Real Techniques, да? Посмотреть вообще, стоящая вещь или нет. И знаю, что вот эти кисточки, особенно вот эта, по-моему, беличий хвостик она называется, очень сильно люди хвалят. И вот этот набор, он выходит весьма и весьма бюджетно. Там от тысячи до двух, но точно я вам не скажу, я уже не помню. Внизу будут ссылки все, если любопытно, пройдите, посмотрите. И также будет промо-код на скидку, как обычно. Можете, если что-то нужно, заказывать по нему и получите скидку там от 5 до 10 процентов, я имею в виду. Вот, поэтому буду пробовать, девчонки. Вот, очень здорово. Класс. Я довольна, конечно, очень, потому что сегодня у меня опять встал вопрос. У меня закончилась матирующая пудра транспарантная, я уже сказала, да? И без нее я как без рук, вот если честно. Поэтому очень рада, что вот эта пришла. Да, вот. Слушайте, ну хочется отметить, что наборчик такой прикольный, кстати. Я еще ни разу не покупала кисти и спонжи от Real Techniques. Поэтому могу сказать, что они выглядят, во-первых, достаточно стильно. Они приятно лежат в руке. Вот эта часть металлическая, да и вот эта, по-моему, тоже. И плюс ко всему приятный ворс. Нет никакого вообще запаха неприятного. Все, в принципе, здорово. Вот эту кисточку я брала для скульптурирования. Вот эту, соответственно, для пудры и, в принципе, возможно, даже для румян, потому что она как раз такой нужной формы. Ну, вот эти уже будут смотреть. Вот это, возможно, для хайлайтера, хотя я им не пользуюсь. Может быть, как-то приспособлюсь для других целей. И вот такая. Спонжик. Ну, спонжик как спонжик. Если честно, какой-то прям кардинальный разница. Ну, по текстуре немножко другой. Однозначно не такой, как спонжи из фикса. Но напоминает немного фиолетовый, такой розово-фиолетовый спонж. Малиновый даже. Из магнит косметик. Ну, посмотрим. Посмотрим, девчонки. Пока довольны. Да, сразу чувствуется разница, что кисти хорошие, нет никаких посторонних ароматов совершенно. И упакованы были хорошо. Вот эти две большие кисточки еще дополнительно были в силиконе. Не знаю, для чего. Может быть, чтобы не поцарапались или еще что-то. В целом довольны, девчонки. Буду пробовать. Если вы пользуетесь кистями Trialsic Nix, напишите мне, как они вам. И, может быть, есть какие-то другие кисти от них, которые прям супер-супер классные, на ваш взгляд. Так эти кисти все пронумерованы. Ну, то есть, прикольно, да. Так, по поводу того, что я буду готовить. Вообще, на самом деле, я в этом году решила не делать трехэтажный стол. Но не знаю, получится ли у меня это. Потому что планы были одни. А по факту, я понимаю, что просто невозможно удержаться. И все равно наготовишь кучу всего. Плюс ко всему, мы еще заедем в гости. Поздравим Роминого папу. И, естественно, вкусняшек разных я ему отвезу тоже. Значит, вы сейчас видите торт. Я почему-то вчера решила, что хочу еще сделать торт. Это шоколадный, обычный, домашний. Я совершенно не заморачивалась ни с какими украшениями. Потому что важнее, чтобы он был вкусный. Вот. Обычный шоколадный. Ну, был типа кекса, да. Не отдельно коржами выпекала. А его нужно было разрезать. И все разрезала на 4 или 5, по-моему. Дальше у меня здесь фундук обжаренный. В качестве крема сметана. Напополам магазинная и фермерская. Плюс сыр маскарпоне сливочный. Это все с сахаром и ванилином. И, собственно, вот. Обильно перемазала все коржи. Сейчас малюсенький кусочек там снизу попробовала. Чтобы понимать вообще, что у меня получилось. Потому что я не готовила такой. Вот. В принципе, классно. Я еще слои пересыпала фундуком, измельченным в блендере. В принципе, прикольно. Да. На самом деле, очень даже ничего. Можно готовить. Так что это будет торт. Дальше. Здесь у меня сейчас уже замачиваются овощи, чтобы их помыть. И, вероятнее всего, я поступлю, как обычно. Я запекаю овощи на салаты в духовке. То есть, чтобы не выходил из них сок и вообще не следить за процессом варки, я просто заворачиваю в фольгу. Вот она у меня здесь уже подготовлена. И запекаю в духовке. Я решила все-таки, девчонки, по классике жанра не изобретать велосипед. Это будет, возможно, сделаю и селедку под шубой. Но пока всячески себя отговариваю. И оливье. На горячее я приготовлю манты из говядины с картофелем. И, в общем-то, что еще? Из закусок у меня будут бутерброды, которые мы любим очень сильно всей семьей. Это что? Это у нас багет жареный на сливочном масле. Немного перемазанный майонезом с чесноком. И сверху тертый сыр. Я это все уже закупила, конечно. И еще, наверное, сделаю баклажанчики по типу тещиного языка с помидорчиком. Рулетики. И, наверное, все, больше ничего. Ну, грибочки у меня есть соленые. Ну, такое. То есть, у нас будет буквально три человека. Не знаю, кто придет, кто не придет. Мама, Рома и я. Ну, плюс угостим еще папу. Поэтому вот как-то так. Я не хочу, конечно, устраивать здесь банкет на весь свет. В плане того, что обжираловка, это, в общем-то, не нужна. Все равно и так будет много чего. Вот такие, собственно говоря, у меня планы. Все, овощи готовы. Сколько по времени запекала, я не скажу. Я их всегда проверяю на готовности ножом. Если легко протыкаются, значит готовы. Вот, я все его овощи почистила сразу, чтобы потом с этим не заморачиваться. Вот так, допустим, выглядит свекла. Все готово. В принципе, остынет и можно нарезать. Ну, что ж, друзья мои. Еще раз привет. Я официально поздравляю вас с наступившим новым 2020 годом. Желаю вам всего самого-самого прекрасного в этом году. И, конечно, самое главное, это здоровье. Все остальное мы сможем, если оно у нас будет. А также сил вам физических, моральных, каких только возможно. Так, в общем-то, что? В какой-то прекрасный момент я решила все, остановить съемку и не заморачиваться. Я имею в виду 31 декабря сейчас. И поэтому я ничего дальше не снимала. Я просто кайфовала от происходящего. Я провела прекрасное время в узком семейном кругу. Было действительно только трое нас. Я, Рома и мама. Мы отлично посидели, отлично встретили Новый год. Все было тихо, мирно и спокойно. Мы пили компотик и на этом все. На самом деле я приготовила все, что озвучила в видео. Я сделала оливье, селедку под шубой, манты, бутерброды. Ну, то есть такое вот, да, торт. Все вот это было. Мы прекрасно все это дело встретили. Встретили Новый год. Вот, посмотрели чудесный салют. Постреляли из ружья ракетницами и так далее. Ну, то есть вот таким образом мы этот Новый год и встретили. Поэтому у меня не было, на самом деле, честно, не было желания включать камеру. И поэтому вот так все это было. Но я вам где-то здесь парочку фотографий вставлю. Которые у нас есть сейчас такие прикольненькие. Самые смешные. В общем, я вам вставлю фотки. Посмотрите, что это было. Вот. Так что вот такие вот дела, девчонки. Итак, мы встретили Новый год. Напишите, как встретили его вы. Вы делали это тихо или это было что-то грандиозное и шумное. Очень интересно будет посмотреть. Так что все, мои дорогие. Я на этом буду заканчивать это видео. Не хочу вас напрягать долгими роликами. Это будет уже дальше. Это будут уже следующие ролики. Здесь я просто немножечко хотела с вами пообщаться. Показать, что я делала. И так далее. Просто немного поднять вам настроение. Пожелать вам прекрасных выходных. Чтобы вы все успели очень-очень хорошо отдохнуть. И морально, и опять же физически. И с новыми силами начать этот Новый год. Обязательно напишите себе цели на предстоящий год. Я решила тоже такое практиковать. И попозже я вам об этом всем расскажу. Подведем итоги 2019. И я расскажу о своих планах на 2020. Чего и вам советую сделать. Потому что, мне кажется, так они действительно сбудутся с большей долей вероятности. Чем просто подумать в голове. И да, обязательно постарайтесь формулировать свои желания максимально четко. Все, мои дорогие. Я вас целую, обнимаю. Как всегда желаю вам еще раз всего только самого-самого наилучшего. И что, я пойду пить прекрасный кофеек, кушать тортик. И наслаждаться этими выходными в полной мере. Как всегда, люблю, целую. Пока-пока.